С начала нового года в России начали действовать штрафы за выброс мусора из автомобиля. Речь идет как о мелком мусоре, так и складировании отходов на обочинах. Размер штрафов для всех разный. Например, для физического лица он составит от 10 тысяч рублей. Юридическому придется заплатить от 30 тысяч рублей. При повторном нарушении можно даже лишиться транспорта. Как и кто будет фиксировать противоправные действия, узнавала Юлия Бударина. Ужесточили ответственности для тех, кто решит выбросить мусор из грузовика или прицепа. В этом случае, к примеру, штраф за повторное нарушение может достичь 200 тысяч рублей. В интернете появились публикации, что выявлять нарушители будут уже установленные камеры. В ГИБДД разъяснили, этот вид правонарушений не входит в их компетенцию. И сейчас камер, способных фиксировать подобные нарушения, в регионе нет. Любую камеру, во-первых, можно настроить, скажем так, на определенный вид нарушения. Как и камеры автоматической фиксации в области дорожного движения. Настраиваются на определенный выезд на встречную полосу и так далее. То и здесь эти камеры будут настроены и распознавать. Но как, это, наверное, больше вопрос к техническим специалистам. Как можно распознать выброшенный из машины окурок, а не кусочек снега, отлетевший с боковой части автомобиля. Рассматривать такие дела вправе орган, который осуществляет государственный экологический надзор. Если говорить про нашу деятельность, то мы получаем информацию о признаках правонарушения непосредственно путем обследования территории города. Получение информации в средствах массовой информации, на каких-то социальных страничках сетей. Плюс к нам обращаются непосредственно жители. И мы также используем средства фото- и видеофиксации. Но это средства не вот такие, которые предполагают возможность использования для привлечения по статьям 8.2 КОАП. Это так называемые фотоловушки. Всего мы 75 мероприятий привели сотрудниками УВД. 70 протоколов было составлено. Преимущественно это протоколы на юридических лиц и на должностных лиц. В данном случае, как я уже сказала, протоколы составляются органами полиции. Помимо этого, у нас есть закон Челябинской области об административных правонарушениях. И как раз таки сотрудники управления охраны окружающей среды администрации города, они уполномочены составлять протоколы за эти правонарушения. И в этом законе есть две статьи. Первая статья за сброс мусора и за организацию несанкционированных свалок. Точно так же предусмотрены административные штрафы. Если вы решили выбросить в мусор в неположенном для этого месте, рекомендую оглядеться по сторонам, нет ли поблизости камер. И в любом случае выбрасывать мусор в месте, которое специально для этого отведено. Юлия Бударина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.